Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в темночку на сервере Мазин Холиплей. Первый сервер, мне здесь Кирилл Путбуль, не забывайте вводить манипуля регистрации, и также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе к апсам Кирилл Гейм. И при достижении пятого, мы получили пятьдесят тысяч, при достижении десятого, мы получили сто тысяч, то есть в общей сумме, получили сто пятьдесят тысяч, мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей. Ну что ж, чуваки, сегодня основная серия, она будет довольно-таки необычная, сегодня будет обзор уникального транспорта, а именно Рено Магнум. Эта машина есть на дальнобойчках, но теперь ее можно купить себе, ну грубо говоря, чтобы она была именно вашей. Как это сделать, я вам тоже расскажу и покажу, и скажу, сколько стоит вот эта машина. Большое спасибо такому человеку, как Алекс Джонас, это тестер проекта Мазин Холиплей, он предоставил мне эту машину, и он сидит рядом со мной. Ну что ж, давайте я вам покажу внешне, вот так вот она выглядит, вот на ней номера стоят, SEC 228, это он лично их ставил, такие номера. Также на эту машину добавили винилы недавно, по-моему, этой ночью, и на ней стоят диски. Также на ней стоит чип, который стоит 11 миллионов 250 тысяч, пацаны. Вы просто представляете, 11 миллионов 250 тысяч стоит чип на эту машину. Госка у нее 15 миллионов, сейчас я попрошу Алекса покажать карпас. Так, пацаны, я извиняюсь, походу после рестарта госку изменили. И госка этого автомобиля 45 миллионов, пацаны, 45 миллионов госка у этой машины. Вы просто представляете, 45 миллионов. Это самый дорогой транспорт на проекте Амазин Холиплей. Пиздец, просто 45 миллионов, понимаете? Видите, здесь установлен улучшение двигателя, номера SEC, Alex Jones, Renault Magnum, ID 515. Я думаю, здесь все понятно и видно. Я просто в шоке, пацаны, 45 миллионов. Итак, давайте посмотрим ее максимальную скорость. На этой машине стоит чип, если что. И давайте нажимаем чип и посмотрим, сколько же она едет, сколько у нее максимальная скорость. Вроде бы как 120, но я, честно говоря, первый раз на ней еду. Поэтому 125 у нее максималка. 130, видели, было 135 почти. Почти 135 километров в час она едет. Это очень жестко, пацаны, понимаете? Эта тачка быстрее, чем Елик, быстрее, чем Супра, быстрее, чем Волчок, Кабан и так далее. Реально тачка жмет очень сильно и очень быстро. Сейчас просто мы обгоним на изи, пацаны. Просто обгоняем, как стоячего. И он нас даже не догонит. Чувак на Сурбане, он нас даже, понимаете, вообще никак не догонит. Ну 135 максималка, довольно-таки неплохая, мне кажется. Теперь давайте я поеду в носок, получается, это новогодний остров. И покажу, как вам получить этот автомобиль и сколько это вам будет стоить. Итак, теперь давайте я вам покажу, как вам получить эту фуру. Это будет довольно-таки сложно, но я вам постараюсь объяснить. А сколько она будет стоить, я уже вам потом объясню необычным путем. Короче, мы сейчас находимся на острове. На него можно попасть через носок. Не удивляйтесь, что здесь видение, это потому что Саня поставил виртуальный мир. Поэтому сейчас мы находимся здесь одни. Это для удобства, чтобы никто не мешал. Большое ему спасибо за помощь. Итак, как вам нафармить снежки? Первый фарм, это именно вот это место. Здесь находится санк. С помощью санок вы сможете фармить снежки. За один спуск вам дается 100 снежков. За 2 часа, если вы нормально умеете ездить, то вы можете нафармить около 5000 снежков. Потом, что делаете дальше? Как вы можете их нафармить? Вы можете их купить. Купить вы можете их вот в этом месте. Купить снежки и сортировать по возрастанию. И здесь игроки продают снежки. И здесь вы можете их купить за определенную сумму. Там 500 рублей за снежок. Видите, ну в основном все продают за 500 рублей за снежок. Идем дальше. Рено Магнум, вот это, которую вы видели, она самая редкая. Вот она. Находится личный транспорт Рено Магнум. Она стоит почти 3000 оленей. То есть 2999. Это самая редкая машина. Самая эксклюзивная, которая может быть на серии. Потому что она стоит больше всего снежков. Итак, я конечно не математик, пацаны. Но сейчас я вставлю вам отрывок с видео другого ютубера. А именно Бант КРМП. Ссылка на это видео и на его канал будет в описании. Поэтому подписывайтесь. Я вставлю сейчас вам отрывок и вы все поймете. Ах да, еще забыл сказать, что снежки вы обмениваете на оленей. Вот, обменять на оленей. 50 снежков это один олень, если что. Поэтому запомните. Вы сначала фармите снежки. Либо покупаете. Потом эти снежки обмениваете на оленей. Как ты надумал, еще когда вышло обновление, я заметил. То, что добавили оленей и снежки. Казалось бы, все нормально. Но нет, не в этом случае. Я спросил у людей, сколько стоит один олень. И они ответили, что три кредита. Окей, казалось бы, куда уж лучше. Хочешь собирай то. Хочешь собирай это. И тут я начал размышлять. Такс, у меня есть 15 миллионов. Три кредита это 3000 вирт. Их с два донат. Я куплю 3000 оленей за 15 миллионов. И куплю себе Рено. Вот это, Рено Магнум, да. Все круто, классно. Я захожу на аукцион снежков. И вижу то, что можно продавать только снежки. Снежки должны продаваться за 300 рублей штука. И если 3000 поделить на 50, а именно столько снежков требуется, чтобы получить одного оленя. Я вижу то, что люди продают снежки каждый по 500 рублей. И тут я вообще не понял. Захожу в пункт продать снежки, а тут, предположим, каждый снежок по 500 рублей. И тут все барыги такие. Но все равно не может стоить Рено Магнум. Вот давайте я посчитаю, сколько там получается. 75 миллион. Как вы видели, эта машина может стоить 75 миллионов вертов. Это довольно-таки много. Это реально большая сумма. И какой вывод вообще? Для чего нужна эта машина, пацаны? Я, честно говоря, не знаю. Вроде бы как скоро добавят возможность, что вы сможете на своей рабуре работать дальнобойщиком. Я не знаю, хорошо это или нет. Но если у вас есть деньги, то вы можете, в принципе, приобрести себе такую машину. Но именно на первом сервере эта машина единственная, которая есть. У других я ее не видел. Я видел БВМ-3, но я не видел именно вот эту Реношку. Ее вроде бы как ни у кого нет. Тут только есть у Алекса. Кстати, напишите в комментариях, взяли бы вы себе такую машину, если бы у вас была возможность. Я не буду говорить, что эта машина стоит 75 миллионов, потому что госк у нее 70, ой, не 70, а 45 миллионов. И на ней стоит чип. И стоит, получается, винил. Это около 12 миллионов. То есть, получается, 57 миллионов стоит данная машина, если ее продавать. А если в снежках ее продавать, точнее, в оленях, если в оленях, это получается 75 миллионов. Поэтому не знаю, пацаны, как будет правильнее. Но давайте будем считать именно по госке и по тюнингу. Если по госке и по тюнингу, это выходит 57 миллионов. Если по оленям, то это выходит 75 миллионов. Это довольно-таки много. Ну, не знаю, мне она нравится, в принципе. Прикольно так выглядит. Тем более, на ней есть разные винилы. Вроде бы как три вида или два вида, я точно не знаю. Но я бы себе ее не купил, честно говоря. Потому что, ну, зачем она мне нужна? Но это круто, типа, у тебя уникальный транспорт. Если бы еще на нее красные номера, мне кажется, было бы вообще очень круто. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо Алексу за предоставленную машину. И большое спасибо Банк РМП за то, что я взял у него из видео вырезку. Из видео, короче. Поэтому ссылка на его канал и на видео будет в описании. Надеюсь, он был не против. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok